МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Любовь нашла австралийца Джона в интернете. Её звали Саншайн. Солнечный свет или солнышко. Солнышко представилась Ниной из Ульяновска. Она обожгла 60-летнего водителя грузовика улыбкой, и тот моментально растаял. В этом доме я и Нина, мы собирались жить вместе. Он завёл собак, породы как любит Нина. Нина сказала, что любит собак, и отправил ей фотографии. И даже научился готовить русские блюда. Мы могли бы готовить и просто заботиться друг о друге. Но соединиться двум любящим сердцам мешало одно обстоятельство. У Нины не оказалось загранпаспорта и визы. И я сказал, что я дам ей денег, чтобы она смогла оплатить визу, сделать паспорт и отправил ей деньги. Но и тогда она не прилетела. Сначала Нина якобы попала в больницу с бронхофлевральным свищом, оплатил, разумеется, очень дорогое лечение Джон, потом скоропостижно умерла мать девушки, рассчитаться за похороны Джон помог, потом Нину обокрали, и опять тоскующий повозлюбленный пенсионер все компенсировал. Просто она продолжала просить деньги. Все время были какие-то ситуации, на которые требовались деньги. Она попадала в больницу, в другие ситуации, у нее были проблемы с полицией, она попадала в тюрьму. Всего я отправил ей 180 тысяч австралийских долларов. В рублях это больше 8 миллионов. Джон оказался на грани банкротства. Любимый он отдал все свои накопления, а взамен получил лишь разбитое сердце. Как оказалось, у Нины он был не единственный. Веб-невеста из России опустошила кошельки еще у десятка доверчивых иностранцев. В среднем Австралия высылает в страны СНГ именно на Romantics Camp 25 миллионов долларов, США тоже порядка 25-30 миллионов, Великобритания 15-20 миллионов, и там дальше Саудовская Аравия, то есть и Эмираты там непонятно, но тоже какая-то существенная сумма. Интернет охотников за деньгами женихов специалисты по кибербезопасности называют романтик-скамерами, от английского скам-мошенничество. На форумах, где общаются жертвы оперистов, больше всего жалоб именно на русских псевдоневест. По неофициальной статистике, каждая пятая посетительница сайта знакомств – аферистка. Цель профессиональных невест – невысокие чувства, а деньги. У всех, как у одной, много друзей, есть хобби, но холод на сердце из-за того, например, что оставил неверный супруг. И поведение, как под копирку, утром комплимент на завтрак, в обед – признание в любви, а вечером – задушевные разговоры. Но не проходит и месяца, как на пути этого, казалось бы, прочного виртуального союза появляется проблема. Разумеется, финансовая. До аэропорта Шереметьево еще минут 20. Спешим на видеосвязи со съемочной группой американец Лаурен Реналди. Он сам вышел на нас и попросил о помощи. Она сейчас ждет в аэропорту, когда я перешлю ей деньги. Она не может приехать ко мне. Я отправляю это видео, чтобы вы смогли поискать ее, посмотреть, кто она и зачем она просит деньги. Она – это Лаурен про свою невесту Ирину. Их виртуальный роман длится уже три месяца. Сегодня она должна вылететь к нему. Ирина и я где-то через месяц общения решили, что созданы друг для друга. Но сейчас Лаурен на грани нервного срыва. Он просто не знает, что и думать. Уже дважды он высылал Ирине деньги на билеты, и каждый раз поездка срывалась. Мне приходит голосовое оповещение. Я заболела, я в больнице, и я пролежу здесь пару недель. Потом Ирину якобы не пустили за границу без определенной суммы на банковском счете. Сейчас у девушки снова проблемы. Ей не хватает денег на билет до Нью-Йорка. Она уже в аэропорту. Если Лаурен поторопится, она успеет сесть на ближайший рейс, и уже завтра они будут вместе. Навсегда. В режиме реального времени взволнованный жених подсказывает нам, где Ирина, по ее словам, находится. Прямо сейчас в зале ожиданий. Ищем. Ирина, нет. Все наши попытки тщетные. Брюнетки с длинными волосами нигде нет. Последние новости от Лаурена. Самолет якобы улетел, и Ирина уехала из аэропорта. Даже после этого Лаурен не понимает, что попал в сети аферистов. Невеста Ирина, скорее всего, персонаж вымышленный. Но, несмотря на это, мы идем на поводу у американца и соглашаемся на еще одну встречу. Возлюбленный он сообщил, что деньги передаст через знакомого на ВДНХ у солнечных часов. Сейчас она опаздывает. Она опаздывает? Подожди, она должна прийти за деньгами. Кто же эти доверчивые иностранцы, которым так просто сначала заговорить зубы, а потом опустошить их кошелек? По словам психологов, собирательный образ заморских женихов выглядит примерно так. Мужчина от 40 до бесконечности, обеспеченный, как правило, разведенный, не избалованный вниманием и лаской. Американец Лаурен под описание подходит идеально. Ему почти 40, за спиной неудачный брак, активно переписывается на самом популярном в Штатах сайте знакомств. Впервые я увидел Рину на сайте знакомств около трех месяцев назад. Она меня просто покорила. Удивительно, но Лаурен свою невесту не видел никогда не то, что вживую, а даже на видео. Он, наверное, очень удивился, узнав, что его любимая сидит где-нибудь в такой же квартире в неизвестной ему ежкороле и одновременно переписывается с пятью Джонами и семью Дональдами. Переписка одновременно велась с восьми компьютеров. Сотни женихов крутили виртуальные романы, не подозревая, что раскрывают душу не Наташем и Танем, а Васем и Петем. Тебя как зовут? Артур. То есть ты писал на страстном «Я Артур, здравствуй, познакомимся». От чего имя не писал? От имени девушек. Предварительно установлено, что жертвами мошенников стали около 30 человек. Это жители Великобритании, Германии, Норвегии, Ирландии, Литвы и Латвии. Это методичка, по которой с камеры выманивали деньги. Все по пунктам. Знакомство, сближение, намек на серьезные отношения. Дальше, как обычно, просьба прислать деньги на билет или визу. Помочь с оформлением визы, как правило, это первое, с чего начинается выманивание денег. Если клиент попался на крючок и сделал перевод, все, можно работать по-крупному. На жениха обрушивается нескончаемый поток требований, желательно в долларовом эквиваленте. Например, купи смартфон с хорошей камерой. Ты же хочешь увидеть меня во всей красе, милый? Или, например, оплати налог на продажу квартиры, чтобы я скорее переехал к тебе. Довольно часто виртуальные невесты просят деньги на лечение, срочную операцию или ремонт машины. А иногда и просто пару сотен на еду. Пришлешь, и я вся твоя. Все это продолжается до тех пор, пока жених не окажется на мели, либо не поймет, что его водят за нас, и свадьбы не будет. Любопытный факт. Именно Йошкар-Ала, город в 750 километрах от Москвы, стал столицей российского романтик-скаминга. Лженевест здесь разоблачают с начала двухтысячных. Мужчина в трусах Константин Юдин. Главарь одной из первых в России группировок с камерой. Я не согласен, я не согласен. Пиши, не согласен. Екатерина, бывшая супруга Юдина. Среди своих ее в шутку так и прозвали Сваха. Переписывались с иностранными гражданами, вот, то есть знакомились, предлагали встречи. Она никогда не давала интервью и сегодня впервые готова рассказать о том, как из доверчивых женихов-иностранцев выкачивались миллионы. Там куча, кроме нас, еще и сделают миллион девчонок. Каждый день, да, мы обнаречили от 10 до 30 периодов. От 200 до 300 тысяч. Каждый день. Итак, три года. За это время виртуальные невесты запудрили мозги и опустошили кошельки в четырех сотен реальных женихов. Следствие шло 10 лет. Многие обманутые иностранцы просто не хотели сотрудничать с полицией. Стыдно. Для того, чтобы привлечь мошенника, который совершил какие-то действия в интернете, в том числе по заманиванию сюда жениха и получению с него денежных средств, нужно как минимум от этого жениха, от жертвы, от потерпевшего, получить заявление. Без обращения жертвы в правоохранительные органы мошенничество, скорее всего, доказано не будет. В итоге приговор вынесли всего нескольким обвиняемым. Главарь с камерой Фьюдин от правосудия скрылся. Не попала в тюрьму Исваха Екатерина. Истек срок давности преступления. Житель чешского городка Миловицы Томаш Кутык на интервью согласился только после долгих переговоров. Когда мне позвонил ваш редактор, я первым делом потребовал показать удостоверение. Когда мне говорят по-русски или приходят мейлы по-русски, я теперь вообще им не доверяю. Время, судя по всему, не лечит. И сейчас, вспоминая тот виртуальный роман, он начинает сильно волноваться, заикаться и переходит на язык жестов. Понимаете, этой девушки вообще не существует. Все ее фото и тексты взяты из интернета. Симпатичная блондинка из сети назвала себя Инной. Живет в Самаре, работает продавцом. Она писала о своих увлечениях, друзьях и очень много о любви. И еще о том, что Томаш, кажется, именно тот, кого она так долго ждала, несмотря на его проблемы со здоровьем. В моем сердце твое имя навсегда. Я надеюсь, что когда-нибудь скоро мы увидимся. Мы можем победить всех, и мы будем вместе. От таких писем Томаш потерял голову. Не обращал внимания на грамматические ошибки Инны, списывал на трудности автоматического перевода и уже через месяц позвал девушку в гости. Тут-то и началось самое интересное. Я не могу найти деньги. Я только нашла 120 долларов, и теперь мне нужно еще 500. Я не могу приехать к вам, если вы не поможете мне с деньгами. Сначала Инна просила платить оформление шенгена и даже прислала Томашу скан свежеполученной визы. Потом она попросила прислать денег на билеты. Скоро пенсии Томаша по инвалидности стало не хватать, а Инна требовала все больше и больше. Причем переводы просила оформить то на родственницу, то на подруг. Первый перевод был 23 сентября 500 долларов, второй перевод 20 октября на 600 долларов, и третий перевод 2100 долларов. Безумная любовь прошла, как только Томаш не смог отправить очередной транш в Россию. Инна исчезла. Только тогда иностранец понял, его обманули. Я обращаюсь в российские правоохранительные органы и прошу российское правосудие вернуть мне деньги в размере 100%. Поддержите инвалида. Группу скамеров Жоры Григоряна, жертвой которых и стал Чех Томаш, полицейские разрабатывали несколько месяцев. Реквизит уже хорошо знакомый оперативникам. Компьютеры, с которых круглыми сутками шла переписка с иностранцами. То есть эти шаблоны, они были на иностранных языках. В том месте, где указывалось имя, данное вот этого иностранного гражданина, там просто многоточие. Человек, который находился за компьютером, вел переписку, ему достаточно было в эти шаблоны лишь подставлять фамилии, имя. Это одна из подручных Григоряна для главаря обналичивала денежные переводы из-за границы. По паспорту Елизавета Тислер, сценический псевдоним Лиза Бон. Тебе твои дусонки, тебе друзья подскажут, как грамотно солгать, в любовь сыграть. Впрочем, вокальные данные сыщиков интересовали куда меньше, чем то, за чей счет певица начала в Петербурге сольную карьеру. Лизе Бон сулили блестящее будущее в шоу-бизнесе. Ее называли протеже самой Примадонны российской эстрады. Поговаривали, что Алла Борисовна продвигала песни молодой певицы на своем радио. Певица Лиза Бон. Ну, что я могу сказать? Хорошее такое слезкое название у песни, которую она прислала. Влипли. Послушаем, во что и как влипла с кем-то Лиза Бон. А влипла Лиза Бон по полной. За мошенничество она на два с половиной года отправилась в колонию. Меня отсудят за мошенничество в отношении иностранных граждан, которым я якобы писала письма. Освободилась Елизавета досрочно, через полтора года. Она до сих пор настаивает на невиновность. Вы заработали денег себе на альбом? Нет, я не заработала себе денег на альбом. Девушка, это неправильно. Какая ваша роль была? Это моя личная жизнь. Какая ваша роль там была? Никакой роли не было. Перед интервью она долго прихорашивается. Парик, очки. Изменение внешности для Елены Гарретт из Далласа не дамский каприз. Это мера предосторожности. Специалисту по расследованию киберпреступлений, разоблачившей десятки скамеров, часто угрожают. Киберпреступления – это большой бизнес, стеновой бизнес, до которого стоят очень большие деньги. В связи с этим я вообще-то стараюсь никогда не показывать свое лицо на камеру. Кстати, детектив Гарретт несколько раз приезжала из США в Йошкар-Алу, помогала обманутым женихам вернуть свои деньги. Дела с черными невестами – это достаточно трудные для МВД дела. У нас нет возможности собрать отпечатки пальцев с писем, которые получал потерпевший. Также у нас нет возможности, допустим, получить свидетельские показания. Гарретт помогала и Джону Хейдману из Австралии выйти на след пропавшей невесты. Это столичная больница, где Нине якобы делали операцию. На оплату лечения Джон послал ей несколько тысяч долларов. Вот направление на флюорографию. А дорогостоящая операция вообще? У нас все бесплатно оперируется, если с направлением из поликлиники. Бесплатно? Да, если направление из поликлиники есть, паспорт, полис, все делается бесплатно. По словам Джона, Нина регулярно просила отправить деньги не ей лично, а ее родственницам, подругам и коллегам. Впрочем, и тогда влюбленного мужчину ничего не насторожило. Я просто ей доверял и думал, что делаю хорошие, правильные дела. Я отправлял деньги 61 раз 9 различным людям. Удивительно, как слепа может быть любовь. На имя некой Татьяны Бондаренко, это подруга Нины, Джон 7 раз переводил деньги. В общей сложности около 700 тысяч рублей. Если верить адресу, указанному в платежке, девушка живет в этой квартире. Дверь не открывают. Соседи говорят, уже несколько лет здесь никто не появляется. Вот такую девушку не видеть здесь? Нет, нет, нет. Джон уже и сам понял, никакой русской красавицы Нины не было, а все свои деньги он отправил мошенникам. Может быть, я слишком мягкий, доверчивый, слишком доверяю людям, но просто так случилось, я думаю, что хотел счастья, что смогу ей доверять. По австралийским меркам, Джон Хейдман не богач. Обычный трудяга, водитель грузовика. Деньги, отправленные своей невесте в Россию, накопление за долгие годы. Я просто живу без денег, и после всего этого мне пришлось работать на двух работах, чтобы сохранить, что у меня есть, свой дом. По словам экспертов, найти аферистов, а тем более вернуть деньги, будет очень сложно. Они стараются замести свои следы и пустить правоохранителей, если они возьмутся за это дело, по достаточно сложному пути. Например, адреса, через которые они действуют, интернет-адреса, IP-адреса, могут быть зарегистрированы на территории других стран. Выбирают, как правило, именно те страны, где Российская Федерация получит помощь, ну, минимально, или не получит вообще. Американец Лаурен Реналди, обратившийся к нам за помощью, похоже, еще надеется, что все происходящее не обман. Ирина, которая выманивает у него деньги, это реальная девушка, и она вот-вот придет. Попростите, вы не Ирина? Нет, привет. Нет? Я ищу Ирину, девушку по имени Ирина. Нет, вы не Ирина? По словам американца, Ирина застряла в пробке и не может доехать. И снова переносит встречу. Даже по видеосвязи заметно, как Лаурен разочарован. Она устроила шоу в очередной раз. Уже два часа дня она ехала на такси и, скорее всего, придумает что-то новое для оправдания. Интересный момент. У себя в Коннектюкоте Лаурен, местная знаменитость, в 2015-м сорвал джекпот в казино. Два миллиона долларов. Вот его фотография в прессе. Понятно, что в средствах не стеснен. Завидный жених. Невесты на таких слетаются, как мухи на мед. Но Ирина, уверен Лаурен, не такая. Я действительно думал, что все будет так, что мы будем вместе навсегда. Все ищут любовь в жизни. Я был уверен, что я ее нашел. Хотя подозрения были. Он даже устраивал проверку для Ирины. Просил прислать ему фотографию, на которой она покажет три пальца на левой руке и четыре на правой. Элементарное задание Ирина выполняла. Две недели. И вот результат. Но тогда Ирина смогла убедить влюбленного американца, что никакого фотомонтажа на картинке нет. Я с ума сходил по русской женщине. Фантазировал. Может быть, американец все же сходил с ума не по русской женщине, а по вымышленной девушке? Это скан паспорта Ирины, который она прислала Лаурену для перевода денег. Серия и номер паспорта не совпадают по кросс-чекингу с номером департамента, который выдал этот документ. И дата выдачи паспорта не соответствует дате печати бланка документа. Поэтому перед нами такая явная и очень неаккуратно сделанная подделка. Артем Субботин – разработчик сервиса, позволяющего распознать фальшивые документы. Услуга оказалась очень популярна именно у иностранных женихов. Каждый день не меньше десятка желающих проверить паспорта русских невест. Иностранцам сложно. Они ни разу не видели, как выглядит настоящий российский паспорт. Приходят какие-то очень своеобразные к нам фотографии, например, иконы. Это может быть лицо в полоборота. Это может быть лицо, не знаю, очень часто Алсу вставляют, как изображение, там, Виктория Бонни. Эксперт по вопросам киберпреступности Алекс Колден говорит, что за последние годы технологии мошенников шагнули далеко вперед. Это последнее изобретение скамеров, так называемые пакеты невесты. Они включают сотни разных заготовок и писем, которые они слали своим жертвам, включая разговоры, как начать разговор, как углубить и начинать разговор про чувства, рассказывать про семью и разные проблемы в семье. Также начинать вопросы насчет денег и начинать даже шантажировать жертву, когда деньги не выплаченные. Причем разработчики нелегального товара предусмотрели даже вариант, если иностранец захочет убедиться, что общается с реальной девушкой, а не фейком. Не держат кусок бумаги. На этом бумаге мошенники будут писать имена своих жертв, чтобы сделать это более реалистично для них. И в конце концов они добавляют в виде записи от модели, которая говорит на разных языках, чтобы приблизить свою жертву, зависит от языка жертвы, чтобы понять, насколько это все реалистично. В поисках лженевест натыкаемся на любопытное объявление в интернете. Требуются девушки, общение с иностранцами, знание языка приветствуется. Романтик скамерства в чистом виде. Неужели мы вышли на очередных аферистов? Звоним по указанному номеру. Встречу назначают в торговом центре. Через неделю здесь, в день началось от 4 столового раздражения. В ходе разговора выясняется, молодой человек по имени Кирилл предлагает освоить несколько иную специализацию. Стать онлайн-невестой с поминутной тарификацией. В отличие от переписки на сайте знакомств, все реально и очень натурально. Работодатель соблюдает конспирацию. Адрес офиса, где работают невесты за деньги, не называет. В аналогичном питерском агентстве менее осторожны. В коротком собеседовании по видеосвязи нам объясняют суть работы так называемых веб-моделей. В этом бизнесе засветилась и звезда реалити-шоу Ольга Рапунцель. За успехами веб-модели Рапунцель следили сотни разных мужских глаз. В основном иностранцы. Ничего зазорного и противозаконного, уверена девушка. О жизни общаемся, да? Ну, 3 года человека знаю, да? Вот. Просто Новый год сделал мне подарок, телефон прислал из Америки, все. Впрочем, у общественников к подобным заведениям давно накопились вопросы и морального, и экономического характера. Если эта компания зарегистрирована в России, то как она действует? Если она компания зарегистрирована за рубежом, то куда и почему уходят налоги? Почему они здесь ведут эту деятельность? И также у меня есть вопросы о финансовых взаимоотношениях. Если они делят свои средства с непосредственным клиентом, то это фактически проституция. Студия, откуда ведется трансляция, находится в старом расселенном доме в центре Петербурга. Темная парадная с обшарпанными стенами. А вот и девушка, которая проводила собеседование. Расскажите, пожалуйста, что здесь происходит? Что здесь происходит? Здесь ничего не происходит. Мы тоже верим, никаких слух мы не оказываем. Идите, пожалуйста, отсюда. Я вас прошу, никто развратом здесь не занимается. А чем это называется? Уберите, пожалуйста, микрофон. Нет, я не хочу, я хочу получить от вас ответы. Пожалуйста, уйдите отсюда. А объясните, что у вас здесь происходит? Пожалуйста, уйдите отсюда. А объясните, что у вас здесь происходит? Сразу после рекламы. Кому в итоге поверит американец Лаурен Риналди? Журналистом или своей виртуальной невесте? И почему богатому Янке теперь больше по душе имя не Ира, а Света? Продолжаем поиски невесты американца Лаурена. Девушка назначает встречи в разных местах Москвы и каждый раз не приезжает. Но Лаурен никак не хочет поверить, что стал жертвой обмана. В электронных письмах она говорила правильные вещи в правильное время. Она зацепила меня. Спешим на очередную встречу, на которую Ирина обещала приехать за деньгами. Снова Шереметьево. На этот раз отель при аэропорте. Направляемся на ресепшн. Меня должны здесь ожидать Ирина Сфериденко. Есть такое у вас постояльце? Чудо не произошло. Это очередная ложь. Мне больше нечего тебе сказать. Лаурен, что мне делать? Мы сделали, что могли. Это очередной провал. Езжай спать. Казалось бы, все предельно ясно. Лаурен наводит за нас мошенники. Проверим, понял ли это наконец сам американский жених. Проведем небольшой эксперимент. Света – актриса. Накануне она нашла страничку Лаурена на сайте знакомств. Они познакомились. Американец попросил связаться с ним по видеосвязи. Молодая, красивая, с длинными темными волосами. Типаж, который Лаурену очень нравится. Даже через океан заметно, как он волнуется. Да я вообще в недоумении. Света изъясняется через онлайн-переводчик. Впрочем, Лаурен, кажется, не испытывает никаких трудностей перевода. Я тебе нравлюсь? Очень. Должный эффект достигнут. Еще минута, и Лаурен, похоже, второй раз готов наступить на те же грабли. Когда я могу приехать к тебе в Америку? В Америку. Ты правда хочешь приехать? Сегодня? Все. Жених, что называется, готов. Бай. Ты уже хочешь повесить трубку? Мы уверены, что если новая знакомая попросила бы денег на визу и билет до штата, то Лаурен ей, конечно, бы все оплатил. Интересно, сколько еще раз американец должен обжечься, чтобы понять, что виртуальный союз не принесет ему счастья, а только финансовые потери? По словам психологов, человека можно трижды поймать на один и тот же крючок, а особо доверчивые обманываются не меньше пяти раз. Но как защитить женихов в интернете? Эксперты дают лишь один совет. Какими бы высокими ни были виртуальные чувства, нет более практичного испытания, чем выход в оффлайн.